Добрый день, ребята! Если меня слышно, напишите, пожалуйста, что всё нормально, всё слышно. Я так вижу, что у нас массовая аудитория из трёх человек присутствует на лекции. Ну, что-то никто ничего не пишет. Ну, тем не менее, начнём. Сегодня мы начинаем с вами курс инфекционных болезней у детей. Слышно отлично. Переключать. Ну, можно мышкой? Вот сюда, да? Сюда? Да. Нужно сказать, что несмотря на то, что сейчас мы живём в условиях пандемии ковид, и, в общем-то, все силы, все мысли и все действия направлены в основном на эту инфекцию, но остальные инфекционные заболевания продолжают существовать и, может быть, даже будут как-то трансформироваться с учётом того, что вот лидируют сейчас и подавляющее пространство занимает ковид-инфекция. Поэтому мы даже, вот, инфекционисты с интересом наблюдаем, как себя другие инфекции, ну, так называемые теперь старые инфекции, да будут проявлять вот в условиях этой эпидемии. Ну, в любом случае, сегодня мы говорим о менингококковой инфекции. Это острое инфекционное заболевание человека, которое характеризуется разнообразием клинических форм. От локализованных носительств и назофарингита до генерализованных инфекций, которые могут проявляться в виде менингококцемии и менингококкового менингита. В общем-то, само название инфекции введено в 1965 году после тяжёлых эпидемий в мире, которые проявлялись различными клиническими формами. Ну, вот посмотрите карту, которая на сегодня существует, и вы видите, что вот Российская Федерация, в принципе, она, ну, свет свидетельствует о довольно активности менингококковой инфекции, поэтому тема эта очень актуальная. Но если говорить о статистике, то в мире ежегодно регистрируется около 1,2 миллиона случаев этой инфекции, и умирает от неё где-то 135 тысяч человек. Ну, на что нужно особо обратить внимание? Эта инфекция даёт развитие жизнеугрожающих состояний. В общем-то, знаете, я часто говорю докторам, которые вот решили стать инфекционистами, и студентам, которые собираются стать инфекционистами, что инфекционные болезни – это та сфера деятельности, где вы непосредственно понимаете, ради чего вы стали врачом. То есть это заболевания в основном в большей степени острые, и в частности такие, при которых, если вы не примените правильно свои навыки диагностические, лечебные, человек может умереть, но в противном случае, если вы их примените правильно, человек и ребёнок будет жить. И это бывает настолько наглядно, что вот только ребёнок с менингококковой инфекцией был в тяжелейшем шоке, и после буквально двух-трёх дней лечения он улыбается, веселится и радует своих родителей, то вот это как раз инфекционные заболевания. Это те заболевания, в том числе менингококковая инфекция, когда быстро развиваются жизнеугрожающие состояния, и в то же время, когда вы можете правильной помощью вывести ребёнка из этого жизнеугрожающего состояния. Итак, какие же это состояния? Это септический шок, это отёк головного мозга, это ДВС-синдром, это сверхострый менингококковый сепсис, синдром Уотерхауза-Фридериксона, ну и, в общем-то, понятно, что я говорю, что это заболевание, которое может протекать очень быстро и грозно, и поэтому буквально в течение первых двух суток заболевания, в принципе, возможен летальный исход. Непредсказуемость исхода. Вы знаете, вот когда я пришла в свою очередь в интернатуру, в клинику детских инфекционных заболеваний, которая у нас в Марьино находится, то наши корифеи, которые тогда работали, говорили, что никогда не говори в приёмном покое родителям, ребёнок, которых поступил с генерализованной формой менингококковой инфекции, что ну всё, вы в стационаре, всё будет отлично. Потому что, в принципе, ребёнок может поступать, на момент поступления, быть в более-менее каком-то, ну таком компенсированном состоянии, и через несколько часов может быть неблагоприятное развитие ситуации. Поэтому с прогнозами при менингококковой инфекции, если это генерализованная форма, нужно быть осторожным. Ну, конечно, летальность при этой инфекции, как и при многих других, зависит от возраста. Чем младше ребёнок, тем выше летальность. Поэтому на детей до года особое внимание. Ну, посмотрите, если буквально два года назад, вот где-то в 16-м году, когда я читала такую же лекцию таким же студентам, как вы, то я показываю им картинку, где заболеваемость шла вот чётко вниз. И вот смотрите, за последние два года, ну, за которые есть статистика, потому что, ещё раз я говорю, ковидная история многое изменила, заболеваемость поползла вверх. И это нас должно настораживать, потому что, если помнить о вот этой цикличности инфекционных заболеваний, а при менингококковой инфекции она где-то заставляет 10-20 лет, когда после пика в течение какого-то вот такого двух-трёх десятилетий происходит снижение заболеваемости, а потом снова она ползёт вверх до такого пика, вот который вы видите, был в 2009 году, то имея сейчас эпидемию ковид, думать о том, что вот растёт ещё заболеваемость менингококковой инфекции, которая тоже угрожает жизни пациентов и требует изоляции, особенно генерализованные формы, боксированные отделения, это не только как бы угроза, ну ещё одной инфекции, на которую нужно обращать внимание, но это и размышления о том, как организовать в этом случае клинику, да, потому что сейчас, вы знаете, многие клиники перепрофилируются, даже соматические, поэтому любая другая эпидемия, она грозит недостаточностью коечного фонда для инфекционных больных. Поэтому в этом смысле здесь нужно тоже быть очень настороженным и максимально внимательно отслеживать ситуацию для того, чтобы предотвратить, возможно, какой-то эпидемический подъём заболеваемости. Что я ещё хочу сказать, что если мы посмотрим на летальность от менингококковой инфекции в сравнении с другими вакциноуправляемыми инфекциями, а почему? Потому что есть вакцинация, есть прививка от менингококковой инфекции, она возможна. И вот если мы сравним вот эти инфекции, вопрос третий, менингококковая инфекция имеет самый высокий уровень летальности, несмотря на наличие вакцинации. Если мы посмотрим теперь на структуру смертности населения, обратите внимание, что после вне больничной пневмонии, которая составляет около 35% в структуре смертности, 25% составляет менингококковая инфекция. Что касается возрастных групп, я уже вам говорила, что наиболее опасна с точки зрения летального исхода эта инфекция для детей до года. И вот статистика, которая четко подтверждает этот показатель. Видите, у детей раннего возраста смертность, ну просто, разительно отличается от всех остальных возрастных групп. Итак, немножко прицельнее о менингококковой инфекции. Возбудитель, давно известный, граммоотрицательный деплококк, несерия менингититис, таким красивым названием, окруженный полисахаридной капсулой. Вот на картинке вы видите тоже очень красивую матричную форму. Разделяют несколько серогруп, которые называются буквами алфавита латинского. И в последние годы превалируют, в том числе и в Российской Федерации, группы B и C. Но несколько лет назад появился гипервирулентный клон несерия менингититис. Это серогруппа W135. И она имеет свои особенности. Когда мы с вами будем разговаривать о клинике, мы посмотрим, какие особенности есть у этой серогруппы, и чем она так опасна. Ну и нужно помнить, поскольку это граммоотрицательный микроорганизм, понятно, что в бактериальной стенке его есть эндотоксин, липополисахарид. Думаю, что вы это помните из курса микробиологии. И именно он-то и является основным фактором агрессии. Липополисахарид. Граммоотрицательной бактериальной стенки. А вот посмотрите еще внимательно на эту табличку, очень интересную. И вот здесь показана летальность от серогрупп. И вы видите, что, ну вот я говорила, да, что B и C до того были распространены. И вот B в основном серогруппа обладала, ну, такой значительной летальностью. И вот появляется W, и посмотрите, летальность тоже довольно высока. Поэтому обе эти группы под особым фокусом внимания. Ну, нужно сказать, что миенгококвая инфекция – это антропонос, поэтому передаваться она может только от человека к человеку. Животные исключены из этой цепочки. Путь воздушно-капельный. Поэтому, конечно, более часто заболевание развивается в зимний период. И даже не столько из-за температуры, потому что может заболевание и летом возникать. Довольно тяжелые случаи, вот там 2-3 года назад поступали дети к нам, вот именно в самую жару. А играет роль скученность, контакт. А мы с вами знаем, что наиболее тесный контакт, естественно, когда дети приходят в школу, или в детские садики. Поэтому вот в этот период и основная заболеваемость развивается. Более частые случаи. Ну и, конечно, зависит уровень заболеваемости от вирулентности микроорганизма. Потому что контагиозный уровень, контагиозный индекс у миенгококков в принципе небольшой – 10-15%. Это не столь высокий уровень контагиозности, поэтому скученность и длительность контакта имеют большое значение. Что еще можно сказать? Что вот если мы двигаемся с вами в сторону персонифицированной медицины, основанной на вообще генетических каких-то факторах и нюансах, то, что сейчас развивается, и мы стараемся в нашем университете тоже развивать эти направления, и сейчас активно на это обращаю внимание, то вот нужно сказать, что у лиц с врожденным дефицитом терминальных компонентов комплимента наблюдаются семейные и повторные случаи заболевания. Или я хочу сказать, что, например, наиболее тяжелые случаи генерализованных форм ингококковой инфекции также развиваются у лиц не с врожденным дефицитом, а, так скажем, с какой-то более низкой активностью комплимента в районе C3-C5. Поэтому, что можно сказать о врожденном дефиците? То есть вот эти лица чаще развивают смешанные формы минингококковой инфекции, когда есть и минингит, и минингококцемия. Инфекция имеет у них более легкое течение, но более легкое течение в каком плане? В плане не столь частого развития септического шока и летальных исходов, но зато они могут болеть 5-6 раз в течение всей жизни. Вот почему я заговорила здесь о персонифицированной миницинии? И то, что мы получили такие сведения, да, и мы знаем о том, что есть вот такой дефект иммунитета врожденный, и у этих людей вот так развивается минингококковая инфекция. А с тем, что когда мы говорим о вакцинации, да, вакцинация от минингококковой инфекции не является сейчас обязательной, повсеместной, она не внесена в национальный календарь как обязательная. Но если мы говорим о персонифицированной медицине, то лица вот с этими дефицитами должны быть выявлены и обязательно привиты для того, чтобы исключить у них вот такое развитие инфекции минингококковой. Ну, что нужно сказать еще, что если говорить о статистике, то вот этой одной только точечной мутации в гене комплимента С8 эти лица в 10 тысяч раз выше, чем у лиц с нормальным комплиментом могут заболевать именингококковой инфекцией. Вот такие показатели. Что касается патогенеза. Ну, можно, так сказать, говоря о патогенезе, можно привести очень сложные формулы с многими, так сказать, стрелочками и включениями окон. Ну, если, так сказать, в общем напомнить вам, да, из там патофизиологии, как это все может протекать, то минингококк за счет особенностей своей активной инвазии, поскольку есть гиалуронидаза, проникает в сосудистое русло при генерализованных формах, развивая тем образом бактериемию. А если есть бактериемия, то таким образом мы думаем о том, что если мы хотим его диагностировать, то мы можем посевом крови получить подтверждение этого заболевания. Когда бактерия попадает в системный кровоток, мы знаем, что минингококк очень нестойк, он быстро разрушается под действием бактерицидных свойств, и, естественно, освобождается липополисахарид из бактериальной стенки и начинает свое патогенетическое действие. Унятается фактор активации нейтрофилов, блокируется С3-фактор комплимента, фагоцитоз становится незавершенным, а если он незавершен, то минингококк в фагоцитах разносится по всем органам и тканям. Естественно, начинается липополисахарид, это очень агрессивный и активный компонент, который стимулирует развитие цитокинового каскада. Восвобождается огромное количество интерлекинов и других факторов медиаторов воспаления. Кроме того, липополисахарид является активнейшим фактором повреждения эндотелия. А если повреждается массовый эндотелий, то происходит сладж тромбоцитов, их агрегация и дефицит выявляется тем, что появляются микротромбы в капиллярах, нарушается капиллярная перфузия, капилляры расширяются, переполняются, разрываются. И вот в этот момент и появляется геморрагическая осыпь на коже. То есть, по сути, геморрагическая осыпь – это проявление активности того гемокоагуляционного нарушения, которое вызывается после повреждения липополисахаридом эндотелия стенки сосуда. Ну и в результате цитокинового каскада развивается септический шок. Это, в общем-то, патогенез генерализованной формы в виде менингококцемии. Но если развивается менингит, а развиться он может только если менингококк прорвется через гемотоэнцефалический барьер, то, учитывая то, что возбудитель тропинга оболочкам головного мозга, а именно в хореодальном сплетении есть рецепторы к компонентам бактериальной клетки менингококка, вот этим и объясняется тропность, начинается воспалительный процесс в мягкой паутинной оболочке, активируются воспалительные процессы, и, соответственно, может помимо воспалительного процесса развиться и тяжелые осложнения, или сопутствующие проявления, такие как внутричерепная гипертензия, тегового мозга, и в крайнем случае, в наиболее тяжелом случае, в случае, когда не вовремя проявлена диагностика и начато лечение, может случиться дислокация ствола мозга, большого затылочного отверстия, которая, в общем-то, несовместима с жизнью, в этом случае обычно ребенок погибает. Классификация очень простая. Вы знаете, она была предложена Покровским в 60-х годах, и это один из редких случаев, когда, несмотря на новые знания в медицине, на, не знаю, сколько уже, 60 лет прошло с тех времен, эта классификация, по сути, осталась в прежнем уровне, вернее, в прежнем виде. Но вот настолько ему удалось четко отразить происходящее и клинические, и диагностические применинга коковой инфекции. Итак, делится на локализованные и генерализованные формы. Локализованные – это, я вам уже говорила, менингококоносительство и острый назофарингит. Генерализованные, или они сейчас чаще называются еще инвазивные формы, это менингококцимия, грубо говоря, сепсис менингококовый, да, менингит, менингоэнцефалит и смешанная форма, обращаю ваше внимание, что смешанная форма предполагает развитие и менингита, и менингококцимии. По течению молниеносная – это сверхостро-менингококковый сепсис или синдром Мотерхауза Фредериксона, синдром, который часто встречается при менингококовой инфекции, но может развиваться и при других инфекциях, например, при стептококовой. Кроме молниеносного, бывает острое и хроническое течение. Ну, вот хроническое течение тоже связано или с какими-то аномалиями развития, в частности, вот иногда при аномалиях развития спинного мозга могут рецидивирующие формы менингококковой инфекции быть, или с какими-то врожденными дефектами иммунитета, про которые мы с вами говорили. По тяжести – легкая, средне-тяжелая и тяжелая, и могут быть редкие формы с поражением различных органов и тканей – это эндокардит, артрит, эридоциклит, пневмония. Пример формулировки диагноза – менингококковая инфекция, генерализованная, смешанная, тяжелая форма, расшифровываем смешанную форму, гнойный менингит, менингококцемия, острое течение, или менингококковая инфекция, генерализованная, тяжелая форма, молниеносное течение, синдром Отерхауза-Фредериксена. Локализованные формы, буквально несколько слов. Мы говорили, что это может быть носительство менингокока, это временное пребывание возбудителя на слизистой носоглотке без каких-либо клинических проявлений. Обычно оно длится 15-20 дней. Носительство с точки зрения биологической целесообразности, эволюционной, это основной резервуар возбудителя в природе. Благодаря возможности носительства он сохраняется и передается от человека к человеку. Потому что если развивается генерализованная тяжелая форма, то высок риск летального исхода. И поэтому, если бы были только такие формы, инфекция бы не сохранилась, она бы угасла. А поскольку есть носительство, она сохраняется вот столь длительное время в популяции. Чаще носительство встречается у взрослых. Во время эпидемии менингококковой инфекции носительство может достигать 70-100%, то есть массовое инфицирование населения. И очень интересный факт, что заболеваемость менингококковой инфекцией не колерирует общей распространенностью носительства. То есть нельзя сказать, что чем больше людей являются носителями, тем больше заболевают менингококковой инфекцией. А вот есть прямая корреляция с распространенностью гипервирулентных штаммов. Мы вспоминаем с вами, мы уже говорили сегодня, что гипервирулентный штамм – это штамм W. Второй локализованной формой является менингококковый назофарингит. В принципе, в клинической картине он ничем не отличается от какого-то острого бактериального или вирусного заболевания. То есть повышается температура, умеренная эндоксикация, головная боль, заложенность носа, при осмотре ротоглотки гиперемия задней стенки глотки, может быть зернистость, может быть слизисто-отделяемая или слизисно-гнульно-отделяемая по задней стенке глотки. Лихорадка обычно держится несколько дней, и потом заболевание заканчивается выздоровлением. Но в редких случаях, где-то в 10-30% случаев, вот эта форма менингококкового назофарингита переходит в генерализованную. То есть на 3-5 день болезни возбудитель все-таки инвазирует, попадает в циркуляторное русло, развивается септицемия, бактериемия, развивается генерализованная форма инфекции. Конечно, если вы такого больного ребенка осматриваете, вот с такой симптоматикой, то по какой-то особенности клинической картины невозможно заподозрить именно менингококковую и теологию этого назофарингита. Можно это сделать только в двух случаях. Если этот ребенок из очага, то есть если вы видите, например, семейный очаг менингококковой инфекции, вы осматриваете ребенка, и вот видите у него признаки воспаления носоглотки, тогда вы понимаете, что, скорее всего, это менингококковый назофарингит. Или, если при осмотре такого ребенка вы делаете посев из носоглотки и получаете положительный результат на менингококок. В остальных же случаях, если это первый ребенок в семье заболел, или вы не делаете исследование бактериологического, в принципе, вы не можете сказать по клинической картине, что это именно менингококковая инфекция. Менингококцемия – генерализованная форма, тяжелая форма, которая имеет острейшее начало. И вы знаете, это острейшее начало проявляется тем, что родители, когда вы их спрашиваете, когда заболел ваш ребенок, они не просто говорят, что там вчера, позавчера или сегодня утром, они обычно указывают время, настолько четко, остро и бурно начинается заболевание, что обычно вы слышите в ответ на свой вопрос, вы знаете, ребенок заболел вчера в 7 часов вечера. То есть это вот такой интересный факт, и при нескольких только инфекциях он встречается. В частности, вот если развивается аменингококцемия, ответ от родителей вы слышите именно такой, четкое время начала заболевания. Интоксикация сразу же быстро нарастает и становится тяжелой. То есть высокая лихорадка, вялость, аденомия, ребенок капризный, отказывается от еды. Ну, если он старшего возраста, он сразу жалуется на головную боль. Рвота часто бывает. При тяжелых формах быстро нарушается сознание, вот до сопора. Где-то через 6-12 часов, редко, до двух суток от начала заболевания, у ребенка появляется геморрагическая осыпь. И помните, когда мы с вами говорили о патогенезе, мы говорили о том, что, по сути, вы видите на коже, да, как бы результат гемокоголюционных нарушений. И можно перефразировать так, что кожа, по сути, отражает ту катастрофу, которая развивается во внутренних органах. Потому что это не только сыпь, а это и цвет кожных покровов, и цианоз, который может быстро нарастать. То есть изменение и сыпь, да, в большей части, которая появляется на коже, говорит вам о тяжести и критичности ситуации. Что можно сказать, какие есть такие вот параллели? Чем раньше появляется сыпь, тем тяжелее протекает заболевание. То есть раньше от того, как впервые появилось у ребенка, да, повышение температуры. И излюбленная локализация сыпь – это боковая поверхность и низ живота, боковые поверхности туловища, естественно, низ живота, ягодицы, бедра, голени. Сыпь очень быстро распространяется на все участки тела. Сама сыпь может быть от петехи до крупных кровоизлияний. Поскольку это геморрагическая сыпь, то вы, конечно, помните, что она не исчезает при надавливании. Она звездчатой формы, ну, классика звездчатая форма с неровными краями и некрозом в центре. Если вы будете пальпировать, да, вот участок кожи с сыпью, то сыпь будет плотноватая на ощупь и может немножко выступать над поверхностью кожи. Естественно, если развивается все, продолжается дальше, активизируется, прогрессирует, то могут быть кровоизлияния в суставы, склеры, паренхематозные органы. И хочу обратить ваше внимание, что вот когда сыпь только начинается, вот вы видите вторую картиночку, да, вот тут только-только бледные участочки появляются. И через некоторое время она вот, видите, вот появляются вот такие высыпания, которые я показываю, они без геморрагических проявлений. Так вот, сыпь вначале может быть разеолезная, популезная, пятнистая, так называемая рэш-сыпь. А только через несколько часов, вот видите, в центре сыпи появляются такие геморрагические питей, или потом чуть более крупные элементы, вот они. Так вот, вот эта, так сказать, каверзность иногда, она вводит докторов в заблуждение, особенно молодых докторов, которые, видя такую сыпь, не думают о менингококковой инфекции, ну потому что нет вот этой классической, да, вот такой геморрагической сыпи, звездчатой, а выставляют какой-то другой диагноз. И в данном случае это опасность, ну не вовремя начатого лечения, не вовремя правильно оказать, оказание помощи ребенку. Поэтому, если вы видите ребенка с интоксикацией, у которого на фоне, лихорадка, интоксикация, у которого на фоне пятнистой сыпи, в центре появляются геморрагические элементы, быстро довольно, вы должны только в первую очередь исключить менингококковую инфекцию, а потом уже думать о всем остальном. Значит, вот я про это, собственно, уже проговорила на слайде, то, что написано на слайде. Какие же неправильные диагнозы ставят доктора на приемном покое? Сыпь неясной этиологии. ОРВИ, аллергическая сыпь. Ну ОРВИ почему? Лихорадка, какие-то воспалительные изменения в носоглотке, может врач заметить, и вот такая сыпь, неявно геморрагическая. По сути, этот ребенок приехал только в начале септицемии. То есть, ну, с точки зрения, если вы поставите правильный диагноз, то легче будет справиться с этим заболеванием, и ребенок не... инфекция не будет прогрессировать, если вы начнете уже лечение антибиотиками, ребенок изменит многих сложных ситуаций, которые могли бы возникнуть, если вы неправильно поставите диагноз. ОРВИ, капилляротоксикоз, это термин из прошлого. Когда-то раньше такой термин, ну, лет 30 назад использовался докторами, ну, почему-то сейчас, иногда он тоже всплывает. Или более современные нам врачи с вами ставят такой диагноз «васкулит». По сути, вообще-то, это воскулит, поражение, да, сосудистое, там, липополисахарид повреждает сосудистую стенку. Но все-таки поставить диагноз просто «васкулит», это значит, ну, более как подспудно, долго будет тратиться время на то, чтобы начать правильное лечение. Иногда ставят диагноз ОРВИ с явлениями менингизма, иногда острую кишечную инфекцию даже ставят, гастрит. Почему? Ну, потому что начало заболевания, может быть, с лихорадки и рвоты. Сыпь единичная, вот она иногда может быть без пятен, без всяких там розеул, а появляются легкие эпитехи, самые первые, и их врач может не заметить, если, например, он не разъел полностью ребенка. Тогда может появиться вот такой синдром – острая кишечная инфекция, гастроинтерит. Встречаются такие случаи до сих пор, и чем они опасны? Ну, помимо того уже, что я говорила, что ребенок не получает вовремя правильное лечение, такого ребенка госпитализируют в отделении острых кишечных инфекций, а оно не боксированное. И когда сыпь начинает нарастать, уже доктор видит, что нет, это все-таки не острая кишечная инфекция, меняет диагноз и спускает его в боксированное отделение, а все остальные дети, которые находились на момент, тот в отделении гастроэнтерологическом, попадают в контакт. Поэтому это второй момент опасности эпидемиологически. Иногда ставят корь, когда появляется вот такая сыпь, как я рассказывала, пятнисто-популезная, до того, как появилась классическая геморрагическая с некрозами в центре, вот даже иногда диагноз корь ставит. Ну, и я уже проговаривала, что если на фоне лихорадки выражена интоксикация, даже при наличии пятнистой сыпи, в центре этой сыпи появляется в центре пятнистого элемента геморрагия, прежде всего вы должны думать о менингококовой инфекции. Ну, вот посмотрите, какие возможны варианты сыпи. Классическая, да, звездчатая с некрозом в центре, фиолетового цвета, на конечностях. Вот здесь сыпь распространена по всему телу. И вы видите, вот если ребенок слева, сыпь такая более, она геморрагическая, звездчатая, но она такая более оскудная, то справа это уже более такие крупные элементы, и сама сыпь такая более синюшная, и ребенок более бледный. То есть, вот чем, да, чем хуже сыпь, грубо говоря, чем она выраженнее, тем вы понимаете, даже вот по внешнему виду и по коже ребенка, по цвету, что насколько ребенок тяжелее. Ну вот, булезные элементы, вот вы видите, да, что в центре вот такой большой, массивной геморрагии, вот прямо була, по сути, да, похоже даже вот на ожоговые такие компоненты. Ну вот здесь прям совсем булезная форма, ужасная. Вот некрозы, такие обширнейшие, да, вот ягодиц некрозы, пальцы часто приходится ампутировать после такого поражения, потому что это практически полный некроз тканей происходит. И, конечно, хорошего мало. Синдром Мотерхаус-Фредериксена. Я вам уже говорила, что чаще всего у детей он развивается при менингококковой инфекции, ну классика, ну может быть и при каких-то других инфекциях бактериальных, в частности описывают при стрептококе. Ну мне вот никогда не приводилось видеть при стрептококковой инфекции, а при менингококковой инфекции, ну редко который год проходится, чтобы какой-то из детей в Республике Крым не погиб от синдрома Мотерхаус-Фредериксена. Итак, чем же отличается, как доктор может понять, что это вот не просто развивается генерализованная форма, а что вот с самых первых часов развивается такой супер острый менингококковый сепсис, а значит он должен понимать, что это катастрофически развивающиеся заболевания с высочайшим риском смерти. Итак, во-первых, от развития болезни, то есть первого повышения температуры, до крайней степени шока проходит очень мало времени, 2-6 часов. То есть, по сути, если это обычно почему-то, это рано утром появляется, возникает заболевание, пока родители поняли, что такое, увидели сыпь, позвонили в скорую помощь, пока скорая помощь приехала, уже иногда терминальный шок у ребенка. Начало болезни особо бурное, просто вот острейшее начало и всегда будет тяжелейший озноб, вот такой выраженный озноб, рвота. Рано появляется геморрагическая осыпь. Если я вам говорила, что обычно там 6-12 часов, иногда 24-48, то здесь буквально с первого подъема температуры уже начинает появляться геморрагия. Очень характерно появление обильной степи на лице. Мы с вами уже сегодня говорили, что чаще всего это боковые поверхности туловища, конечности, а здесь мало того, что она появляется на лице, мало того, что быстро распространяется по туловищу, вот мы еще называем это нарастание сыпи на глазах. То есть, пока вы ребенка осматриваете, слушаете, выслушиваете там сердце, легкие, вы видите, что у вас на глазах эта сыпь расползается, появляются новые элементы. Ну, это, знаете, такое, ну, довольно такое серьезное испытание для врача, потому что часто молодые врачи просто, ну, под, как бы, поддаются панике, потому что понятно, что, ну, что-то очень плохое, очень катастрофичное, и иногда вот врачи прямо паникуют. Быстро появляются признаки нарушения гемодинамики, ну, и когда это гональная стадия, то очень тяжело смотреть на такого ребенка в реанимации, потому что, ну, это практически общий цианоз с таким обширнейшим, вот, с обширными геморрагиями, они все слились друг с другом, и вот обычно ребенок лежит на спине, на спине, на нижней части конечности, да, прилегающей там к столу кровати, на которой лежит ребенок, ткани, прямо вот появляются синюшные по типу трупных пятен у живого еще ребенка, ну, это, конечно, очень такое страшное зрелище, вот я вам показываю, какие варианты есть синдром Мотерхауза Федериксона, посмотрите, это действительно тяжелейшее заболевание, тяжелейшее состояние, ну, и вот вы видите анатомически, почему этот синдром развивается, потому что это кровоизлияние в надпочечник, вот видите, патологоанатомический препарат, надпочечник, весь, полностью пропитан кровью, конечно, это несовместимое с жизнью состояние, поэтому, как я вам хочу сказать, врач всегда надеется на то, что он может помочь, не думает о том, что будет фатальный исход, несмотря на то, что, например, там первые признаки говорят о том, что это Утерхалл Федериксон, но здесь крайне важно вот вовремя, вот при этом синдроме вовремя и массивно оказать помощь, и быстро доставить ребенка в реанимационное отделение, тогда какой-то шанс есть. Ну вот еще синдром Утерхауза Фредериксона, видите, какие-то тяжелейшие поражения. Вторая форма, это сейчас мы с вами говорили о менингококцемии, то есть это менингококковый сепсис, тяжелая инвазивная форма. Теперь мы говорим о менингококковом менингите. Это может быть изолированная форма, без сепсиса, без сыпи, специфическая на коже, а просто клиническая картина появляется менингита. Я уже проговаривала, что это воспаление паутинной и мягкой мозговых оболочек голонового и спинного мозга, когда менингококк проникает через гематоэнцефалический барьер. На что я хочу обратить ваше внимание сразу, что если развивается такая форма заболевания, то вот хотя здесь на слайде мы говорим менингококковый менингит, доктор, который на приемном покое находится, он не может понять сразу, что это менингококк, потому что менингитов много бактериальных у детей, стрептой, стафилой, пневмококковой, а поскольку нет специфической сыпи геморрагической звездчатой, то сразу вот так клинически поставить, что это именно менингококковая идеология в тексте лекции я вам буду рассказывать про него как про менингококковой. Итак, то же самое начинается остро-бурно внезапно, быстро поднимается температура тела до высоких цифр, а динамия, сонливость, безучастность, но помимо вот таких синдромов интоксикации появляется общий мозговой синдром. Это сильнейшая головная боль, которая становится мучительной и распирающей, если ребенок взрослый, более старшего возраста, который может описать и пожаловаться, он вот так будет вам жаловаться на такую головную боль. Повторная рвота, второй важнейший признак, связанный с повышением внутричерепного давления, когда развивается менингит. Характерно, что эта рвота не связана с приемом пищи и не приносит облегчения. И гиперэстезия ко всем видам раздражителей, прикосновению к световым и звуковым раздражителям. Еще раз хочу обратить ваше внимание на эту триаду. Вот если вы видите на дому или на приемном покое ребенка, у которого есть лихорадка, рвота и головная боль, вы обязаны думать о менингите, а вот это раздумье о менингите должно вылиться в то, что вы должны проверить менингиальные знаки. очень часто сплошь и рядом молодые врачи, которые на приемном покое начинают дежурить. Ребенок естественно поступает с родителями, с мамой например. Мама бывает очень эмоциональная и тоже перепуганная. Они начинают сто раз говорить о том, что вот она вчера дала какой-то несвежий творог, вот она обязательно вспомнила какую-то еду, вот он где-то что-то какую-то там трубочку съел, вот у него вот он рвал, вот у него наверное так сказать какая-то кишечная инфекция, вот он уже рвал, вот все, ребенок себя плохо чувствует и доктор как бы идя психологически за тем, что навязывает мама, не проверяет менингиальные знаки. Вот казалось бы, ну как это, вот когда мы сейчас говорим с вами в лекции о менингите, ну как это можно, а вот когда просто вы находитесь на прямом покое, особенно ночью, и вот такая мама с ребенком приехали, это вот так бывает такое, и ребенка поднимают в отделение, а потом у него все нарастает, могут появляться признаки нарушения сознания, когда уже приходят там заведующие отделением, проверяют менингиальные знаки и видят, что есть менингиальный синдром, а это ригидность затылочных мышц, симптом брудинского, верхний, средний, нижний, симптом кернига, производят диагностику, подтверждают наличие менингита, и тогда уже как-то корригируют лечение. Поэтому, если, возвращаясь к тому, вы видите ребенка с лихорадкой, рвотой и головной болью, лихорадкой, вы обязаны не забыть сто процентов проверить менингиальные знаки. Есть дети до года, и они не могут на головную боль жаловаться, поэтому вот этот признак головной боли и грубо говоря, синдрома раздражения мозговых оболочек или менингиального синдрома, у этих детей грудного возраста имеют свои клинические проявления. А что это? Поскольку развивается из-за воспаления мозговых оболочек гипертензия, то есть повышенная выработка лихора как признак воспаления, то у них выбухает большой родничок. Выбухает и напряжен. Вот вы видите на картинке ребенка, ну так тут не прям вот прям как иногда бывает прям вот видно издалека еще к ребенку не подошел, что этот родничок выбухает, но тут если хорошо присмотреться, вы видите, что возвышение такое в месте большого родничка это первый симптом и второй симптом лесажа. Это такой симптом, когда вы берете ребенка под мышки, если у него все хорошо с точки зрения мозговых оболочек, он свободно, ножки у него свободно свисают и в общем-то он ими может болтать и никаких неприятных ощущений этому не доставляет. Если же это миенгит, оболочка воспаляется паутинная мягкая не только головного, но и спинного мозга, то вы ребенка взяв под мышки, поскольку сразу болевой синдром развивается при натяжении, ребенок старается нижние конечности подтянуть, поджать их к животу и сразу гримаса боли и плачь. Вот тогда вы считаете, что этот симптом положительный и это является аналогом миенгиального синдрома у детей более старшего возраста. Кроме того, у детей младшего возраста часто на фоне миенгида развиваются судороги, а у более старшего возраста к концу первых суток появляется вот такая характерная поза, называется поза легавой собаки. Вот вы видите на фотографии, когда ребенок лежит, у него запрокинута голова и ноги, коленки подтянуты немножко к животу. Я хочу вам сказать, что до сих пор вы можете такого ребенка увидеть, особенно если заболевание началось и вовремя не распознали сразу, или не вызвали родителей, иногда могут родители не вызвать сразу врача к себе домой, поскольку думают, температура очередная какой-то ОРВИ, и врач приходит с запозданием из-за того, что его не вызвали родители или не привезли ребенка показать в поликлинику, то вот такая поза легавой собаки может возникнуть. Мы с вами говорили о том, что есть гипервирулентные штаммы, и я вам говорила, что когда мы будем разбирать клинику, мы говорим вот эти особенности заболевания, которые вызываются этой стерогруппой возбудителя. Вот у этих детей, у которых заболевание мингококковой инфекцией вызвано штаммом W135, вот у них аномально подострое начало. То есть то, что я вам раз в пять повторила, что характерно бурное, острейшее, буквально время указывается родителями начало, вот здесь оно может быть подострым, и это коварное заболевание. Поздно появляется сыпь, то есть если обычно мы с вами говорим 6-12, ну в крайнем случае в первые двое суток, то здесь сыпь может появиться на 4-6 сутки. Сыпь не очень обильна, не такая, как вот я вам показывала картинки, сразу появляется классическая сыпь. Наиболее тяжело внимание протекает у детей старшей возрастной группы. И цереброспинальная жидкость, когда мы делаем любальную пункцию и подтверждаем менингит, диагностируем и подтверждаем, то нейтрофильный плеоцитоз при нормальных показателях уровня белка. То есть вот имеет форму это свои особенности. Ну, менингококковый менингоэнцефалит, это буквально я скажу несколько слов, потому что менингоэнцефалиты и менингоэнцефалиты в общем-то вы разбираете в курсе нервных болезней, и этот менингококковый ничем не отличается. Понятно, что развивается он при переходе воспалительного процесса с оболочек на вещество мозга, чаще всего это бывает при поздней обращении за медицинской помощью и из-за несвоевременно начатого лечения менингита. В клинической картине такого ребенка доминирует энцефалическая симптоматика, то есть появляются помимо общемозговых и менингального синдрома еще и очаговые симптомы. поражение черепно-мозговых нервов, порезы, параличи, судороги генерализованные и связана вот эта топика с тем участком мозга, который подвергся воспалению. Еще раз возвращаю вас к классификации. Если вы помните, мы там говорили о генерализованных или инвазивных формах менингококковой инфекции. что они есть менингококцемия, сепсис, когда нет менингита, а только интоксикация, геморрагическая осыпь, сепсис. Есть менингококковый менингит, когда есть признаки мозгового и менингального синдрома, но нет классической геморрагической осыпи, а есть смешанная форма менингит плюс менингококцемия. кокцемия, когда у ребенка развивается и классическая геморрагическая осыпь, то есть сепсис протекает, и есть признаки менингита, развивается менингит. И, к счастью, эта форма наиболее частая у детей. Почему я говорю к счастью? Потому что статистически, если у ребенка смешанная форма или развивается только менингит, риск смерти, и вообще не риск, а статистическая смертность меньше, чем у детей, у которых развивается только менингококцемия. А почему? Потому что симптомы шока и частота инфекционного шока или септического шока, она меньше у детей с менингитом и смешанной формой, чем у детей с менингокцемией. Ну и редкие формы мы перечисляли в нашей с вами классификации, которую не наша, с вами Покровского, которую мы сегодня с вами уже разбирали. Это поражение суставов, артриты, часто коленные и голеностопные, то есть крупные суставы, характерно классический боль, отек, гиперемия сустава. Вот вы видите отечность кисти и коленки. Осложнения делятся на ранние и поздние. Крайним наиболее опасным является септический шок и отек головного мозга. Еще раз я говорю, что септический шок чаще появляется, если у ребенка форма в виде мейнгокцемии, отек головного мозга, сами можете догадаться, если у ребенка ненингит. Могут быть церебральные баскулиты, инфаркты, тромбозы венозных сосудов, может развиться гидроцефалия, субдуральный выпад и более тяжелые осложнения эмпиема, если субдуральный выпад вовремя не обнаружен, острая сенсорная тоглоухость и острая почечная недостаточность. Вот буквально один из последних случаев, когда ребенок, практически девочка 17 лет, на грани с 18, принесла тяжелую форму менингококковой инфекции и развилась острая почечная недостаточность. И вынуждены были мы подключать гемодиализ, привлекать как раз на момент ее нахождения в детском стационаре инфекционном ей с полной с 18 лет привлекли наших специалистов, которые занимаются гемодиализом из 7 больницы и благодаря их лечению, их помощи ребенок выжил, нормализовалось потом в функцию почек и девочка продолжает жить без всяких особых последствий. Ну и поздние проявления это когнитивные нарушения довольно часто развиваются в разной степени, но довольно часто гидроцефалия уже такая серьезная, эпилепсия, моторный дефицит в виде порезов параличей, глухоты, нарушения зрения и поведенческих проблем. Ну вот такая табличка показывает более прицельно осложнение острого периода, причем здесь разделены интракраниальные и экстракраниальные осложнения. И если интракраниальные, ну в основном я вам перечислила, да, инсульт, энцефалит, отек головного мозга, то экстракраниальные, вот смотрите, некрозы мягких тканей и внимание, которые требуют хирургической обработки, в том числе ампутации, это полтора процента вот эти тяжелейшие некрозы. Видите, артриты, миокардиты, большей частью возникает миокардиодистрофия и ДВС-синдром, ну и довольно часто, там, около 20% септический шок. и что нужно сказать, что сочетание двух и более осложнений встречается более чем у 50% детей. То есть, ну это еще раз показывает опасность и грозность этой инфекции. Диагностика. Конечно, все начинается с клинического предположения. Я несколько раз сегодня обращала ваше внимание на то, что менингококковая инфекция, особенно если есть менингококцемия, в принципе диагноз мы ставим при осмотре ребенка. И если доктор несколько, хотя бы один раз, два раза в жизни видел такого больного, в принципе трудно ошибиться в диагнозе при очередной встрече с таким, с такой инфекцией. Лабораторная диагностика обычно это посев слизи из носа зева, кровь, я вам говорила, что если это бактериямия, то мы можем выделить возбудителя из крови и из ликвара, если развивается менингококк. Хочу обратить ваше внимание, что вот этот посев крови на менингококк, и даже у нас есть такой метод, как толстая капля на менингококк, его очень важно исследовать до начала антибактериальной терапии. Обычно в хороших клиниках в приемном покое бежит бегом лаборант, забирает кровь, а потом, поскольку надо быстро начать лечение, я вам говорю, что менингококковая инфекция, это одна из тех инфекций, когда в отделении начинают бегать, потому что нужно быстро, быстро, быстро начинать оказывать помощь, иначе каждая минута, каждое, так сказать, утерянное время способствует прогрессированию болезни, потому что менингококк очень нестойк, и при первой же дозе антибиотика просто будет отрицательный посев, и не будет такой, ну, полной диагностики этого заболевания, более того, мы же хотим все-таки понять, какой сиротип вызвал заболевание, да, чтобы спрогнозировать его течение, поэтому важно проводить забор крови или даже делать исследование на толстую каплю до начала антибактериальной терапии. Сейчас уже есть экспресс-тесты, это определение антигена менингококка методом латекс-агглюцинации, можно использовать тоже кровь и спинномозговую жидкость, это бактериоскопия, я вам говорила, кровь мы делаем толстую каплю на менингококк, точно так же, если есть менингиты, мы берем спинномозговую жидкость путем проведения любальной пауции, мы сразу же бактериоскопически смотрим реквар на наличие вот этих диплококков, расположенных внутриклеточно, ну и можно взять еще из петехии толстую каплю, но вот как-то в нашей клинике, сколько мы не пытались, не удавалось нам увидеть там диплококк, а вот в крови и спинномозговой жидкости, если, еще раз повторяю, провести исследование до первой дозы антибиотика, ну, всегда практически 100% вы можете обнаружить возбудитель. Сейчас используют метод полимеразной цепной реакции с материалом и спинномозговой жидкости крови, и здесь что важно, что вот в данном случае, поскольку вы не сам возбудитель видите или сеете, а это метод полимеразной цепной реакции, то даже после назначения антибиотика вы можете получить позитивный результат ПЦР и это поможет делать вашу диагностику более полной. И рутинные методы это общий анализ крови, резкий сдвиг лейкоцитарной формулы влево, ускоренное соя, и находятся эти изменения в общем анализе крови в прямой зависимости от тяжести болезни. Посмотрите, когда мы говорим лейкоцитоз, много бактериальных инфекций, и пневмония, могут быть у детей нефриты, но менингококковая инфекция это не просто лейкоцитоз, это обычно гиперлейкоцитоз, то есть это лейкоцитов 30-40 умножить на 10-9, соя 20-30-40, и палочка ядерных 50, при этом юные формы появляются, милоциты, метамилоциты. Но что я вам хочу сказать, если у такого ребенка с менингококковой инфекцией, с цепью классической, да, звездчатой, вы получаете результат анализа крови и видите там лейкопению или даже нормопению, то есть лейкоцитов там, да, как обычно 7-9, или не дай бог 3, 3-8, там 3-5, 2-8, это крайне неплагоприятный прогноз, то есть мы понимаем, что иммунная система у этого ребенка декомпенсирована, это риск тяжелейший прогридиентного течения, несмотря на то, что мы начинаем активно антибиотикотерапию, и таким детям обычно к влечению добавляют иммуноглобулин, ну, как по сути иммунодефицитному ребенку. Ликвар, ликвар классический, вот показан на картинке применинга кокоинфекции, знаете, мы говорим такой жидкость, вода, которую, господи, как сказать, разведенного молока, раньше мы говорили, бутылка из-под молока, вымытая, но сейчас бутылок нет, стакан, где было молоко, когда туда добавили воды, вот такой вид этой жидкости. Мутные, беловатого цвета, обычно с высоким плеоцитозом, причем этот плеоцитоз, поскольку это бактериальная инфекция, конечно же, за счет нейтрофилов. Низкое количество глюкозы, потому что это коковая флора, используя глюкозу в качестве питательной среды, и ликвар всегда падает, количество его содержания, и я уже говорила, что при микроскопии можно обнаружить менингокок. Дифференциальный диагноз если это менингококковая инфекция, то мы проводим со всеми заболеваниями, при которых у ребенка может появиться геморрагическая осыпь, а это и бактериальные менингиты другой теологии, например, гемофильная палочка может вызвать менингит, и при этом геморрагическая осыпь будет, но она, конечно же, не такая более скудная, не такая звездчатая, не такая крупная. Стофилококковые менингиты иногда или сепсисы протекают сыпью. Гриб с геморрагическим синдромом, геморрагический воскулит, тромбоцитопеническая пурпура, геморрагические лихорадки, лептоспироз, ну вот такой небольшой круг заболеваний, но наиболее частых, которые могут дать геморрагическую осыпь у детей. Лечение. Очень важно, поскольку я вам рассказывала, что исход заболевания зависит от правильности и быстроты действий медицинского работника. Поэтому подход к лечению разбивается на догоспитальный этап и госпитальный этап. На догоспитальном этапе важно понять, есть признаки септического шока или нет признаков септического шока. А признаки септического шока вы тоже знаете. Это нарушение микроциркуляции, бледность кожных покровов, мраморность, сианоз. Это снижение диуреза. Поскольку классический симптом септического шока это падение артериального давления, а при снижении артериального давления меньше 60, соответственно, вы получаете снижение диуреза, поскольку нарушается фильтрация в почках. И последний признак и очень важный это нарушение сознания. То есть вот эти как бы четыре группы симптомов. Это со стороны кожи нарушение микроциркуляции, это почки снижения диуреза, это артериальное давление сердечно-сосудистая система, помимо всего прочего глухости сердечных тонов, пульса учащенного и даже нитевидного и нарушение сознания. Вот на этих четырех китах зиждется диагностика клиническая септического шока. Так вот, если таких признаков нет, терапию начинают немедленно на дому с последующей госпитализации. А что же это за терапия? Антиперетики. Ну, вы знаете, детям аналген не используем маленьким, стараемся, только в крайнем случае, а так отдаем предпочтение паростомолы и бупрофену. Обязательно принес его не менее двух миллиграмм на килограмм внутривенно по приказу 0.375. Это, если возможно, быстрая госпитализация, то есть, если вы знаете, что вы довезете ребенка за 30 минут до стационара, то антибиотики начинают уже в стационаре, а на этапе госпитализации, транспортировки от них воздерживаются, потому что вы знаете, что менингокок очень нестойкий микроорганизм, если вы дадите антибиотик, происходит, произойдет быстрое разрушение возбудителя в системном кровотоке, а соответственно мы с вами патогенез только что разбирали, начнется шок, и в транспортировочной машине будет сложно справиться с развившимся грозным осложнением. А если невозможно быстрая госпитализация, то начинают с цевтриаксона или цефатоксима, а может быть и с левомицетина сукцината, если он есть, в разовой дозе и обязательно иметь сосудистый доступ. Опять же, для того, что я сказала, что если вы ведете антибиотик и начнутся симптомы, показывающие на развитие септического шока, чтобы вы вовремя подключили остальную терапию уже на этапе транспортировки. и если есть выраженный минимум гиарный синдром, на догоспитальном этапе вы делаете лазикс. Если на догоспитальном этапе есть признаки септического шока, ребенок бледный, с акрацианозом, с падением давления, одна-вторая от нормы, с снижением диуреза, с наружением сознания, ребенок самнолетный или в сопоре, то терапия должна септического шока начинаться с догоспитального периода. То есть за 5 минут вы должны оценить ситуацию, понять, что с микроциркуляцией, оценить степень нарушения сознания, обеспечить проходимость дыхательных путей, дать кислород. Вот часто забывают, начинают сразу рассказывать лечение критического состояния с катетера. Первым делом всегда, какое бы критическое состояние не наступило, кислород. Следующие 5 минут обеспечивайте сосудистый доступ, если трудно, невозможно, поскольку здесь шок, если да, иногда бывает и невозможно поставить венозный катетер, внутрикозное ведение растворов и начинаем инфузию с болезненного ведения физраствора 20 мл на килограмм, но не более 500 мл. Значит, здесь я вам что хочу сказать, поскольку мы разговариваем сейчас о транспортировке и о том, что как важно уметь получить венозный доступ, поэтому я вас всех призываю к тому, чтобы этому учиться. есть симуляционный центр, если нет доступа к больным, сначала в симуляционном центре, а потом на производственной практике, вы должны сами уметь это сделать, потому что от этого зависит жизнь ребенка. Следующие 15 минут повторное болезненное ведение физраствора можно использовать человеческий 5% альбумин 20 мл. на килограмм, поскольку это поддерживает давление артериальное и обязательно при саптическом шоке ведение гидрокортизона и претнизолона именно двух этих стероидов. количество введения зависит от степени шока. Вы знаете, сейчас секундочку. Вы знаете, что шок бывает компенсированный, субкомпенсированный, декомпенсированный или другими словами первой, второй, третьей степени. И если мы говорим по пренезолону, то при легкой форме первой степени шока мы вводим по пренезолону 2-5 мг на килограмм, если субкомпенсированный 10-15 мг на килограмм, если декомпенсированный 20, даже при критических ситуациях или при тропе отчаяния 40 мг на килограмм. обычно сразу вводят половинную дозу, остальную оставшуюся дозу уже вводят в стационаре. А гидрокортизон рассчитывается из расчета того, что он в 5 раз, вернее, что принесло в 5 раз активнее, поэтому дозы выше. первая при легкой степени шока мы назначаем 20-25 мг на килограмм, в средней степени 25-30 и тяжелой степени 35-40. Значит, кардиомиметики, если нет эффекта от введения гормонов и коллоидных растворов алюбамина, то мы вводим допамин, депутамин внутривенно, капельно. Ну и попутно проводится борьба с гипертрамией и с одрогеной. С точки зрения антибиотика нужно помнить приоритет, сначала стабилизировать давление, потом вести антибиотик, вводится цефалоспорин третьего поколения, это цефатоксин или цефтриаксон, в разовой дозе 50 мг на килограмм это цефтриаксон, при этом вы помните, что если вы назначаете цефтриаксон, то вы не можете потом в стационаре в ближайшие часы использовать препараты, содержащие инфузионный кальций. Дальше пошли. ошибки на догоспитальном этапе это запоздалая диагностика при типичной картине клинической, уже про это много говорили сегодня, доза вводимого пренеозолона не соответствует степени септического шока, я вам только что сказала, что доза напрямую зависит от степени шока, я думаю, что вы это тоже подробно разбираете на занятии по анестезиологии и реаниматологии, неадекватный путь введения медикаментозных средств, то есть гормоны вводятся не внутривенно, а внутримышечно, это неправильно, и отсутствие инфузионной терапии на этапе транспортировки, поскольку вы не боретесь с снижением артериального давления. На госпитальном этапе сразу же минуя приемный покой ребенок госпитализируется в реанимацию и интенсивную терапию, кислород венозный доступ, начинается инфузионная терапия для поддержания и восполнения ОЦК, антибактериальная терапия внутривенно, цевтриаксон суточная 100 мг на килограмм, цефотоксин 200-250 мг на килограмм, ну можно вводить и левомицетин хлором финикул, дезагреганты, ингибиторы протеолиза, глюкокортикоиды, при менингите естественно используется противоотечная дегидратационная терапия, здесь предпочтение отдается астероиду дексаметазону, поскольку он обладает более выраженным противоотечным действием совместно с терапией лазиксом и потом уже в постреанимационный период назначается диакарп. Критерии отмены антибиотиков нормализация общего состояния, исчезновение менингиальных знаков, нормализация температуры тела не менее трех суток нормальной температуры, нормализация санации ликвара, то есть когда вы делаете повторную лимбальную пункцию, если это был менингит, то количество клеток не превышает 50, ну в крайнем случае 100, но лучше 50, и большинство из этих клеток лимфоциты, а не нитрофилы. Если же плеоцитоз нитрофильный, то обычно продолжают антибиотики еще несколько дней. Ну и вообще в общем применение гококовой инфекции, она довольно хорошо поддается лечению антибактериальной терапии, и вот необходимые условия наступают где-то с 7 по 10 день от начала лечения. То есть антибактериальная терапия недолгая. Ну на какие документы я хочу обратить ваше внимание? Санитарные правила профилактика менингококовой инфекции, хочу обратить ваше внимание, что выявление генерализованными формами менингококовой инфекции осуществляют врачи всех специальностей, поэтому об этом заболевании и о клинике нужно знать всем, нужно знать всем, что если такой больной выявлен, его немедленно нужно госпитализировать в инфекционный стационар, как и при всех других заболеваниях, подается экстренное извещение на это заболевание, и карантин накладывается сроком на 10 дней. Еще особенность этой болезни, что если есть карантин, то все контактные лица должны подвергнуться химиопрофилактике. Обычно взрослым дают цифрофлоксоцин, а детям дают амоксицелин. Рифампицин здесь указан потому, только что он указан в рекомендациях Всемирной Организации Здравоохранения. В принципе, мы с вами знаем, что менингокок очень чувствительен к антибиотикам, поэтому любая антибактериальная терапия позволит нам не допустить развития заболевания, если возбудитель попал на слизистую носоглотки контактных лиц. Вакцина профилактика. В общем-то вакцина профилактика я вам говорила, она не входит в национальный календарь обязательной вакцинации для детей, но есть случаи, когда она проводится массово и эти случаи указаны в этих санитарных правилах, то есть если есть очаги, возникают вторичные очаги генерализованной формы менингококковой инфекции в течение одного месяца, то тогда если установлена серогруппа, то тогда происходит экстренную вакцинацию вакциной в данном регионе. Ну и в общем-то есть особые другие случаи, когда вакцина профилактика обязательна, об этом можно прочесть в этих санаторных санитарных правилах. Вот табличка, где перечислены вакцины, которые существуют, разные, но что я хочу обратить ваше внимание, конечно, в данной ситуации и в Российской Федерации нужно использовать вакцины, где есть в состав для профилактики входит серогруппа W, то есть вот не во все вы видите в составы вакцин эта серогруппа входит, поскольку мы знаем, что она дает 35% летальности и существует сейчас активно на территории Российской Федерации, то вакцину нужно выбирать вот такую. Это вакцина профилактика, это регламентирующие документы, которые вы должны знать. Я сегодня уже говорила приказ 375, где указано, какие методы медикаментозного лечения надо в госпитальном этапе. Есть методические указания хорошие о диагностике мингококковой инфекции, санитарные правила я вам показывала и другие источники, которые вы можете использовать, чтобы расширить и углубить свои знания по этому заболеванию. Закончить лекцию я вам хочу тем, что повторю, что мингококковая инфекция это заболевание, которое хорошо подается антибактериальной терапии. И если вы будете знать эту инфекцию, знать ее клинические симптомы, если вы будете понимать, как нужно оказывать помощь на госпитальном этапе, вы поможете ребенку остаться не просто здоровым, но и живым, не только живым, но и здоровым. И вы реализуете ту цель, собственно говоря, ради которой вы шли в медицинский университет спасать людей. Ну, на сегодня все. До следующей лекции. Надеюсь, что лекция была вам полезна. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...